Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, подписываетесь, оставляете свои комментарии, а также оставляете мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Если вам понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, куда вы можете написать смс-сообщение на вайбер, либо же на ватсап. Сегодня по просьбе моих подписчиков я сделаю расклад на Александра Меня. Александр Мень родился 22.01.1935 году. Трагически погиб. Он был убит 9.09.1990 года. Александр Мень, протеерей Российской Православной Церкви. Тайна убийства. Материалы уголовного дела до сих пор засекречены. Вот сейчас я посмотрю, было ли это убийство заказным, почему убили Александра Меня, и почему это убийство до сих пор не раскрыто. в чём проблема, как говорится. Первый отряд. Было ли это убийство заказным? Почему убили Александра Меня? Почему это убийство до сих пор не раскрыто и засекречено? Первое, что я вижу, это десятка пентаклей. Александр Мень мог быть проповедником для широких масс людей, особенно для тех, кто живёт по православию, именно семейных людей. Его публичность многих раздражала. Он оказывал огромное влияние на людей. Здесь я вижу огромное количество заинтересованных людей. Десятка пентаклей в данный момент, в данном вопросе говорит о том, что вот это огромное количество людей было замешано в этом процессе. В 90-х годах это был ещё Советский Союз, и многие поддерживали идеологию Маркса, Энгельса, Ленина. В этом деле есть главный заказчик. Влиятельный человек, алчный. Благодаря своему положению он манипулировал людьми. Причём манипулировал даже теми, кто служил в храмах. Он привык доводить задуманное до конца. Преступление было заказным. И за этим делом стоят очень влиятельные люди. Были заплачены огромные деньги. Также было повышение по службе для тех, кто это дело расследовал. От десятки пентаклей к королю пентаклей. Почему его убили? Почему Александра меня убили? Ну, во-первых, посмотрите, сразу первая карта и старший аркан. За его веру. На карте Даниил в логове Львов. Я уже как-то рассказывала об этой карте. Бог спасает легендарного Даниила от львов в Израиле. Невыгодно, чтобы народ России шёл к духовному прозрению, самопознанию. Нужны именно рабы. Которые, скорее всего, будут ненавидеть религии других народов. У Александра меня был дар. Ясно сознание, ясновидение, духовное зрение. Многие к этому человеку обращались за помощью, за советом. Он имел огромное влияние на людей. По королеве Чаш, что я могу сказать? Человек Александр Мень был наделён целительскими способностями. Он призывал людей погружаться вглубь себя, в глубокие пласты своей души. Он открыл тайны мироздания. И тот, кто хотел слышать, услышал. Кто хотел видеть, узрел. Сам по себе человек с огромным творческим потенциалом. Он не только мог писать книги. Он мог рисовать. Имел музыкальный дар. Дар имел убеждать. Он знал, что такое истинная любовь и счастье. А вот как раз-таки по пажу мечей. Человек, не боящийся власти и последствий. Он владел тайной, огромной информацией, которая могла бы многих приговорить, а также повергнуть в шок. Многие бы лишились своей власти, а некоторые даже своей жизни. Каждый аркан – это тайна и урок бытия. В карте паш мечей мы видим, что умному человеку враг даст больше, чем глупцу, друг. А также паш мечей – это дверь мудрости, проходя через которую мы учимся ценить своих недоброжелателей, не меньше тех людей, которым мы благосклонны, которые являются нашими поклонниками. Мы все друг для друга, учителя и ученики. Он владел, Александр Мень, большой-большой информацией. Вот еще могу сказать, что паш мечей в данном вопросе служит царству ясности и мудрости. Его можно сравнить с Иисусом, выгоняющим ростовщика из храма. Почему это дело не раскрыто до сих пор? Так, пустая карта. Скрывается информация. Посмотрим, что же там скрыто на самом деле. Восьмерка мечей. Старший аркан – отшельник. Восьмерка мечей – двойка жезлов. О чем же это может говорить? Вы знаете, опять-таки, по старшему аркану отшельник идет подмена ценностей и бездуховность. Нет света внутри человека. И конкретно тех, кто вел это дело. Отрешиться от соблазнов очень трудно. Посох на карте отшельник – это Бог, это опора и защита. Не было у этих людей такой возможности и таких полномочий, потому что по восьмерке мечей это ограниченность действия. Те границы, которые выстроили вокруг этого дела, они были закрыты на семь замков. И тот, кто пытался нарушить, скорее всего, мог быть, ну, подвергался опасности, могу так сказать. Сила, сила, огромная сила. Дальше еще могу сказать. Идет конфликт, кража, потому что перед семеркой, перед восьмеркой мечей идет семерка. И могу так сказать, что это паутина, это тотальный контроль, это могли быть кражи, это могли быть украдены какие-то документы, улики. Многие материалы были просто уничтожены. Халатность и страх, неразбериха. Спрошу, будет ли когда-нибудь это дело раскрыто. Паш Пентакли. Но это медленная карта, это карта, опять-таки, ученика. Возможно, найдется сподвижник, но опять-таки, дальше идет четверка, Пентакли, это стагнация. И король чаш, да нет, никто не захочет, вы знаете, многие те, кто замешаны в этом процессе, они до сих пор живы и имеют влияние. Имеют влияние, и, знаете, могу так сказать, кому-то очень не хочется, чтобы все это было обнародовано. Потому что на поверхность очень многое, что выйдет. И замешаны огромные структуры власти, с ветряными мельницами бороться бесполезно. Да, но одному человеку бесполезно бороться. Но если будет пробуждение, массовое пробуждение, тогда другое дело. Однако, что я вижу по четверке мечей, люди спят, спят до сих пор. Убили значимого человека для России. А народ спит, потому что всем хочется сладенько и спокойно жить, и никто не хочет распрощаться со своим комфортом, который у человека есть. А комфортно хочется жить и спокойно жить. Ну, убили и убили. Очень грустно. И не просто грустно. Если к данному раскладу вы не побоитесь написать свои комментарии, пишите. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго. Берегите